На чём сидит Виталий Пименов? Самый главный наркотик – это просто любовь к профессии, желание развиваться, желание постоянно двигаться вперёд. Я просто понял для себя одну простую вещь, что я должен это делать. Они вообще не кайфуют. Здесь директор, гандон. Все всегда найдут до чего доебаться. Баба с сиськами, жопой. У людей есть бабки, а нам нужно помочь им их потратить просто. Сегодня проснулся, хочу, чтобы меня не тысяча стрижка строила, а две, блядь. Ну что-то я устал работать, половина ходит по одному, а половина по другому. После выхода подкаста у всех 4К будет стригостой. Всем привет. И это уже не знаю, какой выпуск нашего Барбер-подкаста покороче говорят. Сегодня с нами в студии неподражаемый Виталий Пименов. И моя заведущая Наталья Сычёва. Виталий Пименов, представлю. Это Барбер с 16-летним стажем, если не ошибаюсь, 2008 года ты в индустрии. Парикмахер... Как там второе слово? Хреново, этот текст свой учил. Парикмахер-модельер. Да-да-да, художник-модельер. Художник-модельер. Мужского и женского зала. Владелец барбершопа Бразерс из Сургута. Международный преподаватель. Арт-директор команды Галор. Их... Кто еще это там? Кто еще? Целая куча. Это херов херов. Выучил текст. В честь просто этих всех... Арт-партнер ГРЛ, ярд-директор компании Галор. Да. Виталий Пименов. Да, да. Вау! Где зрители? Не хватает этого. Вот они. Дайте шуму! Всем привет, друзья. Все, блин. На этом все. Закрывается. Да, очень рад. На самом деле, очень рад находиться здесь. Спасибо большое за приглашение. Давайте пообщаемся и что-нибудь интересное расскажем ребятам. Спонсором данного подкаста являются наши друзья из компании Галор, эксклюзивного дистрибьютора косметики London Grooming, Salamons, Grimhill и Ruga. Виталий Пименов как раз является креативным директором компании Галор. И вместе с ним мы сегодня анонсируем розыгрыш. Да, у нас есть для вас небольшой сюрприз. Просто желание порадовать вас и разыграть новые наши тоники, которые выпустили совсем недавно. Немного расскажу просто про них. Это действительно уникальная вещь, которая помогает не только мастеру в работе, она помогает еще и клиентам в укладке в домашних условиях. Для мастера это крутой инструмент для того, чтобы еще круче выполнять удлиненные стрижки, потому что еще лучше выполняются, разделяются проборы, еще качественнее выполняются все оттяжки и волосы дольше сохнут. То есть у них прям такой помощник в работе с какими-то удлиненными дизайнами. А для клиента еще это средство служит как дисциплинирующий спрей, при помощи которого можно еще легче укладывать дома, в домашних условиях. Вот, и еще он обладает таким свойством, типа на коже головы, когда наносишь такой, знаешь, типа освежает. Вот, крутая штука, которую прям, ну, должен иметь каждый уважающийся мастер в работе. Я прям кайфую, попробую. Когда попробовал его, прям я оценил и до сих пор пользуюсь. Так что мы четыре тоника Galore сегодня разыграем. А также он входит в бокс Виталия Пименова. Да, кстати говоря, вот у меня, кстати, вот буквально, вот сегодня я буквально выложил видео как раз с боксом. Так что обязательно идите, посмотрите. Это уникальный такой наш проект совместно с компанией Galore, где я выбрал для себя свои любимые позиции стайлинга, которые считаю необходимыми, важны в работе любого барбера. Да, то есть в ежедневной, в постоянной рутине, в работе на потоке я использую все эти продукты. Я аккуратно, красиво все это вот собрал в одном таком прям стильном и эргономичном боксе. Вот, так что я думаю на видео вы посмотрите более подробно, увидите, как это все выглядит, как это все будет красиво украшать ваш барбешоп, ваше рабочее пространство. И обязательно приобретите себе такой. А условия розыгрыша будут в описании к этому ролику. Ты же у нас вообще уже какой раз? Восьмой, наверное? Мы сейчас ехали тоже, я говорю, Красноярск, такой родной город. Я прилетаю сюда, на ощущение, как домой. Серьезно, потому что уже раз тридцатый здесь, наверное, за всю карьеру, за всю жизнь. Здесь друзья, здесь какие-то близкие люди есть, здесь уже куча студентов, учеников, с которыми уже просто в теплых отношениях. Все всегда ждут, всегда очень круто проходят, благодаря очень классным организаторам. СБС Академик Красноярск. Вот там Вася сидит, вы его не видите, но он там, да, скромно сидит на стуле, улыбается и смотрит на нас. Короче, всегда в Красноярск вот прям с душой, как-то с теплом он меня встречает, и всегда прилетаю сюда, как домой, и рад здесь находиться, реально. Сегодня в сторис у тебя увидел, где ты там родной Красноярск. Да, 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 и это всегда от души, да, честно, вот как есть. Так что, да, мне нравится. И он очень красивый город у вас. Мы сейчас ехали, я говорю о том, что, блин, а как отсюда можно уехать? Такой крутой город. Но вот в квартиру заселился, там вид просто обалденный. Где? Я как будто в Сочи где-то, я не знаю. Суда горы, суда горы, вот эти сопки, блин, красота вообще. Погода шикарная. Короче, все, остаюсь. Вы же как-то, помнится, еще на столбы ходили. После какой-то дикой пьянки. На столбами. Короче, рассказываю. У нас был мастер-класс, очень такой, очень классно он прошел. Было очень много людей, человек 50, по-моему, тогда было, да, вообще, в общем. И все так удачно прошло, мы классно его откатали. И потом, естественно, его отмечали. Отмечали его до утра. И на утро вот эта дебильная идея была идти на столбы. Вот, причем мы шли еще с Васей. И о Васе, ну, мы с ним давно не виделись. И как бы очень хорошо общаемся. И, ну, как бы интересно, там, да, какие новости, туда-сюда. И, ну, разговариваем, идем. А когда идешь в гору и разговариваешь, еще тяжелее в 15 раз. Там подъем такой, полутора часовой. Да, сначала кажется, что, типа, ну, там ничего такого страшного. Ну, вроде так, идешь и идешь. А на самом деле я там охренел, если честно. И в какие-то моменты просто хотел остановиться. Думаю, нахрен я вообще... А я еще умник, взял с собой колонку, рюкзак закинул. Думаю, ну, музычка что была, знаешь, колонка весит. Для бодрости. Да. И все. И, конечно, было очень тяжко. Но, ну, в смысле, прям вот до тошноты, короче, вот настолько. Но когда мы туда пришли, какая там красота. Да, это, конечно, прям... Ты думаешь, ну, все не зря. Стоило того. Было очень круто, да, посидели там, пообщались с ребятами. Сколько? Тоже нормально так людей было, да? Сейчас 20 еще. Ну, да, много тогда было. Такая банда собралась с нас, да. Было очень круто. И в этом году мы повторим встречу с Барбером после мастер-класса. К счастью, не на столбах. Почему? Знаешь, ничего. В смысле? Потому что опять будет такая же история. Я думаю, мы будем отмечать семинары. У нас была другая идея. У нас есть счет Рогашинских ребят. Это самая длинная лестница в России. Прекрасно. Спасибо вам большое. Я погнал. В рекордах Кинеса, по-моему, находится. Ну вот. И в этот раз у нас будет другая немножко история. Поиграем в футбольчик. Какое там красивое место, да, природа, все дела. Покушаем бургеры. Пообщаемся. Когда я своим товарищам рассказывал про то, что мы будем вести подкаст с тобой, один из самых, наверное, актуальных вопросов и тем, которые попросили задать, на чем сидит Виталий Пименов и откуда у него такая лютая продуктивность. На чем сидит? Какой доля? В данный момент на качающемся сунуле, понимаешь? Потому что в нашей профессии не хватает часто людям, вот я слышу какой-то мотивации, мне самому я вообще лютый прокрастинатор. У Наташи, не знаю, тоже вот она как-то периодически то угасает, то снова как Феникс возрождается. Что ты делаешь? Помимо того, что ты женат, у тебя есть дети, и их нужно кормить. Это хорошее мотивация. Короче, на самом деле эта тема актуальна, и часто очень люди говорят, типа, как ты все успеваешь, типа, ты не спишь, там столько там поездок, всего-всего. Я понимаю, о чем ты говоришь, понимаю, почему люди задают такой вопрос. Вот. И нет никакого секрета, нет никакого наркотика. Вот самый главный наркотик – это просто любовь к профессии, желание развиваться, желание постоянно двигаться вперед. Вот. Вдохновением для каждого человека могут служить вообще абсолютно разные вещи. Да? Вот что мотивирует, что вдохновляет. Короче, все у нас в голове. И на самом деле каждый из нас вообще даже не понимает тот потенциал, который есть у нас внутри. И если мы сами настроим себя на какой-то активный режим, настроим себя на вот это развитие, то мы будем работать вот максимально там по такому, знаешь, просто нереальном каком-то таком режиме, и все получится. Это у каждого так. Просто кого-то, знаешь, всегда, типа, у кого-то лень, у кого-то жалость к себе. Ну, типа, я хочу чуть-чуть отдохнуть, ой, здесь надо поспать. Кто-то не цепляется за возможности, которые им жизнь дает, или люди дают какие-то. Синдром самозванца я бы сюда же еще добавил. Тоже есть такой момент. Такая очень популярная тема. Типа, люди любят все равно жалеть себя, понимаешь? И я считаю, что вот никогда в жизни нельзя отказываться ни от какой возможности. Если она вот жизнь тебе дает это, то надо цепляться. Здесь я всегда сравниваю вот эту историю с цепочкой событий. Да, вот есть цепочка. Если тебе жизнь дает что-то, и ты отказываешься, до следующего звена тебе уже будет сложнее добраться. А так, когда цепляешься, ты сделаешь что-то, это уже такая новая ступенька, да, уже к следующему чему-то. И тебе будет гораздо проще двигаться дальше. Вот, нельзя отказываться. Нужно меньше жалеть себя, да, и больше настраивать себя на какой-то вот такой сумасшедший режим, если действительно хочешь чего-то добиться. Потому что у каждого есть такая возможность. Ну, типа, все одинаковые, да, у всех одинаковые организмы, у всех две руки, две ноги, да, и одна голова. Вот, поэтому как мы сами себя настроим. Ну, вот, и, конечно, вдохновение. Для меня вдохновение самое главное, наверное, в моей работе. Вот я уже сколько? Девятый год, да, я преподаю. И я кайфую от этого. То есть я реально отношусь к преподавательской деятельности с большой любовью, ответственностью. И каждый новый семинар для меня это определенный новый какой-то этап. И ты к нему готовишься, да. То есть не так, что ты уже такой понакатанный, ездишь, типа, все. Нет, всегда это новая аудитория. Ты должен понимать, для кого ты вещаешь. Ну, зачастую. Нет, несмотря на то, что у тебя, как правило, аудитория уже не первый раз на твоем мастер-классе. Да, люди приходят и по 4, и по 5 раз, да. Но это очень всегда приятно, на самом деле. Это очень лестно. Ты понимаешь, значит, ты все делаешь правильно. И вот, и ты оцениваешь, и ты всегда семинар свой, какой-то даже вот тот же самый, он всегда по-новому проходит. Да, потому что ты всегда подстраиваешься под новую аудиторию, как-то меняешь, что-то добавляешь, да, в своем курсе. Вот, и, короче, что я хочу сказать, что меня вдохновляют люди, в первую очередь. Вот именно вот эта обратная связь от людей, коммуникация с людьми, обмен опытом каким-то, да. Когда это на постоянной основе происходит, тогда тебя это мотивирует, тебя это вдохновляет, и хочется двигаться дальше. Вот, когда преподаешь, очень сильно высасывает эта тема. И вот кто грамотно, кто с душой к этому подходит, кто действительно любит это дело и выкладывается, да, то отдает себя всегда там на 110%. Да, вот, и я не один пример таких людей, которые действительно относятся вот так же. И любой сейчас смотрящий вот этот подкаст преподаватель, кто-то уже делился знаниями, меня поймет. Вот, то, что когда ты отвел там семинар, просто нет сил. Не хочется ни с кем общаться, знаешь, ты высосан как лимон просто. Вот, и выжат как лимон, да, после там этого какого-то дня сумасшедшего. Но вот что вдохновляет, что мотивирует двигаться дальше, это как раз-таки обратная связь. Когда ты видишь, что ты сделал что-то полезное, что ты людей зарядил, вдохновил, дал им какие-то полезные фишки, которые помогают работать, видишь, счастливые, довольные лица, и это ты понимаешь, что, блин, ты делаешь вообще всё не зря, делаешь всё правильно, и это помогает людям. Слушай, ну вот преподавательская история, безусловно, у тебя такой путь, и очень круто, я сама была на твоих обучениях уже миллион раз. Теперь их организую. А вот именно выступления массовые, шоу, как это тебе приходит в голову, эти безумные идеи, то есть мне пришли было с тобой работать именно в этом плане, и ты просто смазываешься здесь, откуда ты берёшь вдохновение. Что Наташа находится в арт-команде «Галор» под руководством Виталия Пименова, они вместе сотрудничают по разным выступлениям. Этот проект направлен на выступления на большой сцене, на массовых мероприятиях, на фестивалях, на большую аудиторию, на тысячи человек. Как раз уже такой опыт был. То есть я давал ребятам тренинги по публичным выступлениям, и с каждым мероприятием, но Наташа, свидетель, она подтвердит, как мы готовимся, как я отношусь к этому, какая должна быть подготовка. Потому что 60-70% успеха выступления – это всё качественная подготовка. То есть вот этап подготовки, он очень важен. Не знаю, эти идеи приходят опять же от моей любви к этому ко всему. Понимаешь, я кайфую. Кстати говоря, могу сказать, что выступление на большее количество человек меня заряжает сильнее, и мне нравится это ещё больше, потому что ты там получаешь больше заряда от людей, больше энергии, которая тебя просто разрывает. То есть ты тоже много готовишься, много сил тратишь. Вот я реально сейчас к любому какому-то фестивалю, за месяц, за полтора, за два, ты не спишь ночами, ты что-то надумываешь, какие-то идеи связываешься с людьми, которые будут работать в команде. Это там и хореографы, и стилисты, и мейкаперы, и постановщики, и видеооператоры, монтажёры. Короче, куча людей, которых ты, с которыми ты коммуницируешь, подтягиваешь процесс и строишь такую команду, которая к этому мероприятию готовится. По факту, там, два месяца подготовки, вот такой, да, и бессонных ночей ради, там, одного часа на сцене. Типа, казалось бы, нахрена. А когда ты именно так подходишь, то получаешь вот тот результат, который есть. Ну, я думаю, что, опять же, там, ребята, которые были на фестивале, которые видели, то, что я делаю, какие шоу, это вообще не хвастовство, просто я всегда хочу показать максимально крутой уровень. Да, и все это знают прекрасно. И за счёт, всё за счёт такой, знаете, не знаю, трудоёмкого процесса вот этой подготовки, вот упорной работы над этим заранее, задолго до этого всего. И, короче, чем больше людей, тем ты, ну, тем я, короче, кайфую от этого ещё больше. И вот самая большая аудитория, на который выступал, это 3,5 тысячи человек. Вот это кайф. Вот серьёзно. Ты, когда ты видишь этот зал, когда они тебе планируют, и ты довольны и счастливы от того, что ты им дал, это, конечно, вообще восторг. И всегда мне, ну, как бы лично, да, не то чтобы тяжелее, а не так, короче, ты, ну, не то количество энергии ты получаешь от маленькой аудитории. То есть, допустим, вещаешь для пяти человек, да, какой-то закрытый курс, там, для ворби-шопа, допустим. Естественно, ты постраиваешься, да, и всё, как бы, всё проходит чётко, но ты сам, ты, как бы, недополучаешь, потому что я до хрена отдаю. Это похоже на адреналину экстремалов? Ну, да, конечно, это реально наркотик. Ты очень правильно говоришь. Ну, то есть, это действительно крутое сравнение, потому что это наркотик. И, типа, вот когда этого долго нет, ты прям, ну, вот, кстати говоря, вспомним пандемийный год, когда вы здесь сделали, правильно, как у нас назывался? Сибириан Барбер Фест. И вот не было долго таких мероприятий, и когда Вася меня пригласил, я вообще сразу же сказал да, и я за, и я прям вот, я готов, потому что я соскучился по этому, понимаешь? Этого вообще не хватает реально как наркотика. Вот, и когда я выступил, просто, блядь, жизнь вернулась, понимаешь? Типа вот я прям, у меня появились крылья, и вот ты летишь, короче, и свободен. Ты прям описываешь вот этот синдром отмены у наркоманов, когда ломка, когда не хватает, и вот он. Вот ответ, да, на тот вопрос. Вот мы пришли к тому, на чём сидит Виталий Пименов. Ну, согласна, кстати, такая зависимость есть. Вот посещаю практически все, наверное, мероприятия, и действительно хочется ещё, ещё, и всё чаще, и больше. А сейчас ещё выступила на сцене, с арткомандой, и как впечатление, кстати? Ну, ручки тряслись, голос дрожал, дрожал, но действительно опыт очень крутой, очень хочется ещё раз поработать. Уже когда понимаешь, где ты совершил какую-то ошибку, но действительно выступать на такую гигантскую аудиторию, сколько там было? Две с половиной тысячи человек? Две тысячи? На майнстейже, да, около двух тысяч. Ну вот с ума сойти. Просто когда вот видно, что люди на тебя смотрят, и потом подходят и говорят эту обратную связь. Причём такая история, что вот какой бы я, допустим, мастер-класс не проводил, будь то это реально закрытый для пяти человек, будь то это вот выступление на две тысячи человек, неважно, каждый раз волнение. Вот каждый раз прям, ну, тряхивает перед тём, как ты выходишь, и это круто. И вот я каждому это желаю, потому что если вы волнуетесь, значит, вам не всё равно. Значит, вы действительно переживаете за то, что вы хотите сделать всё чётко. За тот процесс, который будет происходить, да, в течение этого дня или этого часа, выступления, короче, да, всего. Вот. И от него никуда не деться. Есть определённые техники, да, которые помогают справиться с этим волнением. Я про это читал, но ничего особо не помогло. Слушай, самая крутая техника, да, сейчас, ну, сразу же лайфхаки, смотрите подкасты, вы знаете, как не волноваться перед выступлениями. Самая крутая техника – это физическое упражнение. Ну, то есть я всегда перед каждым выступлением отжимаюсь. Вот прямо вот перед, вот, выход, минута-две до выхода на сцену, типа, делаешь там отжимание, а отжимание – и выходишь. И, типа, твоё тело сразу же, оно в тонусе, и оно меньше поддаётся вот этому внутреннему волнению, вот это потряхивание. И от него никуда не деться, это будет в любом случае. Даже там ты будешь отжиматься, будешь что-то ещё делать, неважно, ты будешь волноваться, будет голос чуть потряхивать, да, будет тебя чуть потряхивать, будет жарко очень, всегда. Типа, начинаешь потеть просто как... На сцене под софитами. Софиты, да, да, да. Обычно это блестящее лицо. Ты начинаешь работать медленнее, в дискомфортной для себя обстановке, да, потому что, типа, всегда кажется, там, типа, час. Я за час там и таци человек постригу. Ты выходишь, я одну сторону, знаешь, ты же 40 минут, пока ещё надо что-то сказать, там, и так далее. Ну, вот, в начале пути всегда так будет. И вот просто совет всегда заранее, вот прям, если вот, допустим, мы поговорим про крупные какие-то мероприятия, и там есть час на то, чтобы выступить, вот вам дали такую возможность, заранее на тайминг перед зеркалом, там, с манекен головой, или с клиентом, да, с моделью какой-то, потренироваться чётко в тайминге, чтобы ты в итоге был на сцене. И закладывать ещё плюсов время, потому что на сцене ты будешь ещё дольше всё это делать. Это всегда так происходит. Но я занимался футболом в детстве, и у меня был очень крутой тренер. Перед футбольными матчами волнуешься постоянно. Вот в смысле, я в туалет три раза бегал, знаешь, до этого начального свистка. Есть такой термин «медвежий стул не слышал». Это когда на клапан давят, когда волнуешься. Ну, короче, ты волнуешься очень сильно, прям дико. И он всегда говорит, я от него эту тему взял. Он говорит, волнение – это хорошо, значит, вам не всё равно, вы ответственно подходите к этому событию, к этому матчу. Но когда, говорит, звучит финальный свисток, когда начинается игра, и с первым касанием мяча ваше волнение должно исчезать. И здесь то же самое. Ты выходишь на сцену, тебя трясёт, но когда ты начинаешь только говорить, начинаешь что-то стричь, ты должен как бы избавиться от этого, потому что ты профессионал, ты делаешь это каждый день, и должен просто поделиться с людьми полезными какими-то навыками интересными. Я это со временем по баттлам заметил, что меня всегда колбасит перед, за неделю перед, перед выходом, и потом ты выходишь и просто... Делаешь то, что умеешь, и всё. Да, да, есть такая тема. Но в любом случае это опыт. То есть не получится так, что ты с первого раза такой, так, надо поотжиматься, потом там с первым касанием ножниц волос, меня волнение пропадет. Нет, всё равно будешь волноваться, и с опытом приходит какое-то уже понимание того, как более уверенно, грамотно держать себя на сцене. По-другому никак. И, ну, главное, качественная подготовка, главное обучение и тренировка. Постоянная тренировка всего этого. До мероприятия, потом в процессе, не важно. Всегда вот очень сильно опыт, и именно сама тренировка того, что будешь делать. Это важно. Это касается и речи, да, это касается там ораторского мастерства, это касается и технических каких-то моментов. Нужно обязательно тренироваться и прям вот реально себя дрочить на тайминг, прям ставить перед зеркалом, смотреть, как ты стоишь, разговаривать сам с собой. А вы отрабатывали, насколько я помню, у вас были какие-то репетиции? Ну, обязательно. У нас подготовка жёсткая. Ну, пожалуйста, вот человек сидит, как бы она может тебе подтвердить, что как бы... Я помню её недовольное злое лицо, когда мы хотели несколько видосов заснять, что-то там за пару дней. Вот эти вот мешки под глазами Наташи, которые обычно улыбчивые в этот момент, как чёрная, как туча зашла. Ну, там, да, на самом деле подготовка на таком уровне, так всё на серьёзном, и как бы ты понимаешь, что это с ума сойти, какое мероприятие, в какой команде ты находишься. Это действительно то, что ты говорил, какие-то вот эти возможности, которые предоставились, которые мы долго стремились. Надо им пользоваться. Кстати, у меня был вопрос. Ты до этого выступал в команде таких титанов, можно сказать, профессионалов, которые очень опытные в выступлениях, то есть у вас была команда с ребятами. А как тебе сейчас, когда, ну, команда Артим Галор, которые не совсем опытные в этом плане, то есть там первый раз мы все выходили на сцену, там все ребята, что там все волновались и так далее, то есть как тебе самому внутри вот этого всего процесса, когда ты ведёшь нас? Ну, если ты сравниваешь сейчас там с командой Стейтмент, там была такая же история, там из ребят только Юра имел большой опыт там какой-то уже в выступлениях на тот момент, когда я эту команду создавал, а остальные, они не выступали много, и абсолютно такая же была подготовка, такие же тренинги, да, по публичным выступлениям, вот, и именно подготовка, именно тренировки, они вот давали тот результат, который потом, ну, выдавали. Соответственно, история абсолютно такая же. И честно, это сложно. Сложно почему? Вот я расскажу на примере мейнстейджа, допустим, с вами, да. Я про себя вспоминал только в самый последний момент. Если говорить про день подготовки, я думал, что я буду делать в самом конце дня уже, да, что мне вообще модели подготовить, что-то простричь надо там и так далее. И то я сделал просто, и на следующий день все переделал за полчаса до выхода на сцену. Я помню, в примерке. Да, да, в примерке это делал. Почему так? А? Не хватило времени, просто не думал об этом. Потому что у меня большая ответственность. Во-первых, за проект, за весь, за это все выступление, вся ответственность лежит на мне. И как бы я должен дать уровень, и, ну, естественно, что мне это занимает много времени, сил, хотя, естественно, я этого не показываю, но это действительно занимает много времени и сил в процессе. И я хочу, чтобы самое главное, поскольку у ребят это опыт, там, он первый, там, да, возможно, там, ну, да, по-моему, у всех там это первый опыт, было такое подобное выступление. И мне важно, чтобы они справились, чтобы потом не говорили, чтобы набрал херпами кого, что кто-то не справился. Мне надо, чтобы, самое главное, вот моя команда, мои ребята выступили четко. Вот это моя зона ответственности, и я за это как бы топлю. Вот. А сам, ну, уже просто на опыте вывожу, и все. И вот на следующий день то же самое, даже когда в процессе выступления такая же история. То есть я делаю сам что-то, и понимаю, что я за каждым наблюдаю, чтобы подхватить, если что-то вдруг пойдет не так, да, чтобы, ну, народ вообще ничего не заметил. Ну, в целом все получилось круто. Для тебя эта история такая же, как и с получением фидбэка от выступлений. Ну, в плане того, что ребята, ну, в широким массам не все известны. Наташа, прости. И ты, как более опытный преподаватель, что ты от этого получаешь? Какие эмоции? То есть тебе просто прикольно вести новых ребят, получать какой-то от них фидбэк в плане получения там нового опыта, потому что ты уже мастер состоявшийся, преподаватель и спикер. Что вот тебе с этих выступлений? Такой вопрос. Ты знаешь, я давно понял для себя, достаточно давно, не знаю как, я просто понял, что моя миссия, наверное, на этой планете, зачем я сюда пришел. Это открывать новые таланты, развивать людей, давать им какую-то путевку в жизнь, обучать их, передавать свои знания, чтобы потом у них все было очень хорошо. Это касается и моей подготовки ребят в команде, в барби-шопе, то есть у меня уже несколько поколений сменилось, мастеров, которые выросли, сами работают сейчас на себя и так далее, и так новые, новые. Это колесо приходится постоянно крутить. Вот. И я это делаю вот, ну, не знаю, просто от себя, от души, и я хочу, чтобы, короче, оставить какой-то след после себя, вот и все. Чтобы обо мне вспоминали потом хорошими словами, что действительно вот был такой человек, который там вот этого сделал таким, вот этого. А круто, когда люди потом еще благодарны, еще в процессе, еще когда я здесь, в смысле, да, когда ты понимаешь, что человек вырос, что ты ему что-то дал, что благодаря тебе он к чему-то пришел, и он благодарен тебе за это, и он не стесняется об этом говорить, потому что, ну, ситуации разные есть, да, кто-то, люди все разные, кто-то пользуется просто, и потом делает вид, что он всего сам добился. Сам достиг. Да, да, и типа. Но, как бы, людей же не обманешь, адекватных. И люди все это видят. Ты вырастил целого чемпиона, сам сначала стал чемпионом мировым по версии American Cruel Star, и в следующем же году, или через год? Через год. Это было через два года. Через два года Даню Гочеву. Да, да. Кайфанул? Конечно, конечно. Это же гордость. Ну, ты понимаешь, что, типа, ты в такой вклад внес, да, и это дало свои плоды, принесло какой-то результат. И таких примеров, ну, у меня очень много в течение вот всей карьеры. Ну, там, начиная там с какого-то, не знаю, с года 14-15, когда я уже начал там преподавать, как-то двигаться в этом направлении. и в дальнейшем, ну, все это как бы нарастает. Я просто вот понял для себя одну простую вещь, что я должен это делать, и мне это приносит удовольствие. Я понимаю, что я вот, ну, должен быть полезным людям и хочу оставить какой-то след. Для меня это важно. Ну, это какая-то, знаешь, единичная очень история, потому что многие же вообще в профессии не за этим абсолютно. Ну, конечно. Многие просто... Вот, и когда ты об этом рассказываешь и такой, ну, вот, ребята, нужно просто работать и просто кайфовать. А я, знаешь, смотрю на некоторых коллег и думаю, блин, ну, они вообще не кайфуют. И этому... Просто стригут деньги и все. Да, возможно ли этому вообще научиться или развить это как-то в себе? Или это определенные задатки, которые у тебя появляются, там, по мере твоего становления в детстве, например? Да, хрен знает. Мне кажется, да, это зависит от человека, от воспитания, от его пути, действительно, с самого детства. Потому что все у нас из детства идет, да, формируется. Вот. Поэтому, наверное, это не развить. Если человек уже заранее относится к профессии так, то он по-другому... Ну, он может поменять свое мнение. Может каким-то... Несмотря на какой-то определенный пример, да, не знаю, там, смотря на кого-то, на какого-то своего кумира определенного, да. Вот. Но, опять же, это не факт. Здесь я не могу ничего сказать, как это работает. Но в любом случае поменять свое мышление люди могут. В какой-то момент в переломные. Но должно что-то такое серьезное произойти, чтобы вот это мышление поменялось. Чтобы тебя приъернуло. Да, 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 да. По-другому никак. Потому что иначе же берется оттуда же и выгорание, и вся эта тема. Мне вообще раздражает выгорание. Прикольное слово, да? Да, эти вот эти слабые люди, которые такие, ну все, я устал, я выгораю. Обычно же все ждут, что ты получишь какой-то вот этот рецепт от выгорания, придет Виталий Пименов и скажет, чуваки, я просто... Этим, значит, непонятным почерком сейчас. Да, я просто вот 24 на 7 ебашу, потому что я там вот это, потому что мне кайфово. И, знаешь, смотришь на людей, они такие... Да не, я так не хочу. Я должен полюбить людей и начать кайфовать от профессии. Бля, это сложно. Да, все, понимаешь, все ищут простой путь какой-то легкий. Всегда. И когда ты им говоришь, что вот, чтобы достичь успеха, надо ебашить. Действительно, 24 на 7. Да, надо меньше спать, больше работать, стремиться, тратить, ну не лениться, да, вот брать, делать, короче. И вот за что бы ты ни взялся, надо... Вот я считаю, что таланта, по факту, ну его нет. Есть какая-то предрасположенность, да, к чему-то у людей, за счет чего человек очень быстро впитывает, очень быстро начинает там правильно что-то делать, да, у него получается быстро. Бывает такое, да, типа там, не знаю, кто-то начинает рисовать, блядь, чтобы мне там натюрмортно рисовать, мне надо год сидеть его и там каждый день рисовать. А кому-то, допустим, у Наташи, надо вот в два раза сесть, понять смысл, и у нее сама рука пошла, да, вот я считаю, это предрасположенность. Все остальное, вот что вот, если мы видим успешных людей каких-то, кто чего-то добился, большая часть истории, если там дико не фартит кому-то, просто вот легко жизнь не дает какие-то возможности, таких, ну мало примеров. Вот самые лучшие примеры успеха, это все только то, что люди очень много трудились, да, очень много старались, очень много тренировались, ну это как в спорте, знаешь, не будешь тренироваться, не будешь упорно работать, ты не будешь Криштиану Роналду, ну тут, и он до сих пор, допустим, если возьмем этот пример, он до сих пор там в свою же, почти 40 лет он херачит в охренительной форме, и потому что он каждый день это делает, и он не останавливается. И если ты не будешь, это один из примеров, и в принципе там и в нашей сфере, если ты останавливаешься, то ты, ну в развитии своем деградировать начинаешь, вот только стоит остановиться, тебя сразу же скидывают со счетов, потому что у нас динамичная сейчас жизнь, ну такая эра, и нужно постоянно находиться в процессе развития, иначе ты просто... Это прикольная аналогия со спортом, когда ты растренированный месяц тренировок пропустил, потом вот как я на грэплинг приходишь, тебе белые пояса разваливают, и ты такой, бля, зря. Ну по факту, а так во всем, и в нашей профессии не исключение. Все, если хочешь достичь успеха, нужно много работать. И все вот эти истории успеха, я много знаю, таких вот, когда люди, там, дикие, короче, бизнесмены, там, с какими-то миллиардными оборотами, сначала пирожками торговали на улице, или вещами какими-то, просто вот, не знаю, начиная с улиц, начиная вот с таких вот ларечков, и вырастали. Потому что что? Потому что просто им фартит, да ни хрена подобного. Есть фартовые, но их очень мало. Но их очень мало, и это, знаешь, изначально там, не знаю, какая-то вселенная дала им эту возможность, чтобы в этой жизни все было очень легко. Но таких примеров мало. В основном надо ебашить. И это самый главный секрет от выгорания, дорогие мои слабые друзья. Я просто не уважаю таких людей, которые, знаешь, типа ноют. Ненавижу нытиков. Ну, блядь, честно. Меня раздражает. Но вот когда я с таким вот отношением к жизни, к делу, да, подхожу, я вот смотрю, он там день, куча примеров таких. Я тоже могу парочку. День, два, три поработал подряд такой. Мне нужен выходной. В смысле нужен выходной? Там тебе 20 с чем-то лет. Какой выходной? Я в твои годы, блядь, херачил, как папа Карло. Просто, блядь, с утра до вечера. Потом ночью еще шел кайфовать. С утра шел опять на работу. Ну, и так постоянно было. Типа я вот четко понимал свои цели, к чему я хочу прийти, да, и оставил их себе. Я мечтал. И всем советую это делать. Мечтать. Глобально причем. Не так, что так, блин, я не смогу. Нет, вот это чересчур. Ни хера подобного. Ничего невозможного нет. Надо мечтать, надо это все, короче, переформатировать в цель и добиваться ее. И на своем примере личном, я могу сказать, мне сказали, где я буду там, не знаю, лет 10 назад, сказали, гоните что ли. Ни хера подобного. А потом эти ребята такие, это тебе повезло. Да? Но по факту, по факту история какая? Все же видят только вершину айсберга. Вот допустим, вы меня знаете там уже большое количество времени, да, и вы знаете, какой путь я прошел, да, вы видели это на ваших глазах, какие-то вещи происходили, что-то вы знали там, ну, до того, как мы с вами познакомились. И вы можете смело там что-то там сказать, что типа, вот чувак действительно, блядь, пашет, и у него получается. А, допустим, где-нибудь я провожу мастер-класс, и приходят молодые ребята там, которые только пришли в профессию, пиздюки по лет там вот 18, Которые выгорели. Они через год уже выгорели, и говорят, посоветуй, ну, что делать, чтобы не выгорать? Блядь, иди нахуй. Я хотел этот вопрос задать по этому затрону. Ну, в смысле, не хочется даже, блядь, вот даже, даже объяснить. Я не объясню, ты не поймешь, знаешь, что называется, блядь. Вот. И пытаешься людям вот, ну, как-то дать понять, что просто надо ставить цель и работать. Я их четко знал в свое время. Я, блядь, каждый день, я зарабатывал, блядь, копейки, я в день зарабатывал, знаешь, там, 3000, 2000, но для меня, я понимал, мне нужно купить квартиру. Вот тогда была такая цель. И я каждый день работал без выходных, я не говорил о том, что, блин, надо отдохнуть. Нет, я не говорю, что нужно всем так делать, но если вы хотите, если вы вот так вот ноете, что, типа, да что-то не хватает, да просто надо брать и делать, потому что по-другому, ну не получится. Я четко знал свою цель и шел к ней. Я каждый день просто откладывал, 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 откладывал и купил ее за два года, потому что много работало. Зарплата 2000. Ну, в день, типа, да. Понятно, короче, что где-то было больше, где-то было меньше, но суть в чем, что все реально. Вот просто у нас все вот здесь вот. Если будешь сам себя там останавливать где-то и хотеть побольше отдохнуть, то ни к чему не придешь. Ты просто будешь постоянно ныть о том, что все не получается. И вот здесь директор Гондон, здесь там он не дает возможность, здесь там и у меня. И клиенты какие-то они такие, они не понимают, и там еще что-то. Куча проблем, куча отмазок каких-то, понимаешь. всегда людям сразу же мост начинает так работать, что виноват кто-то другой. Типа нет, ни в коем случае не есть. Так для психики и прочее. Ну, конечно. Короче, надо просто поработать немножко своей башкой, взять себя в руки, поставить себе цели и идти к ним. И при этом, блядь, надо быть готовым к тому, что придется работать, много работать. Я другого пути не вижу, потому что я, вот я такой путь прошел. И на примере многих историй других каких-то людей и более успешных, чем я в десятки раз там, да, и так далее, я знаю, что только так этого можно достичь. Если ты не фортажок прям какой-то максимально. На тебя упало просто, не знаю, в лотерею ты выиграл, там, кучу денег, знаешь, или там, ну, без вариантов, короче. У нас, короче, этот прикол гуляет, о том, что, ну, про повезло, это то, что-то ты родился с фамилией Алёкнинский. Ну, понятно, это Алёкнинский, с ним все ясно. Это так говорят, реально. А что, почему? Есть такая история. Да просто, что Егор, действительно, он до хрена ебашит, очень много работает, но всегда очень легко списать успех на то, что ты в том месте находишься, в правильном филиале работаешь, да просто, у тебя правильная фамилия, правильные связи, еще что-то. Я думаю, что про тебя наверняка... Блин, в этом филиале сначала ебашок, он пустой стоял. Так вот, я, наверное, немножко срулил с темы, о том, что вот эти вот ребята, которые меня не знают, не знают мой путь, они думают, типа, да там, ему повезло, где-то там кто-то помог, кто-то вытянул. Ну, для них-то человек, который вот тоже стрик-стрик-стрик, и потом Виталий Пименов. Резко, резко на сцене, где-то там. И даже если так, вот честно, вот про везение, да, везет тому, кто везет. Понимаешь, вот если ты будешь ебашок, тебе будут даваться какие-то возможности. Всегда так. Везет тому, кто везет. Это вот как раз можно зайти в тему про хейтеров, которые там сразу говорят, повезло, подарили. Мне кажется, у каждого есть уже такая история. Когда ты чуть-чуть... Да, когда ты прям совсем немножечко вырываешься чуть-чуть дальше, появляются чуваки, которые вот находят вот эту точку, в которую кольмут. Обязательно. А ты на самом деле никогда не будешь для всех классным. Все всегда найдут до чего доебаться, понимаешь? Это всегда так было и всегда будет. И ищут, что самое интересное. НАТО, когда выиграла на мейнстейдже прошлого года номинацию по удлиненным стрижкам, победитель, первое место, там сразу в комментариях целая куча народа. Да это баба с сиськами и жопой. Короче, всех судей там охомутала и выиграла. Ну, потому что на день рождения было, типа на день рождения. А, ну на день рождения подарили. Подарки сделали. Даже, да. Там вообще целая куча совпадений. Она деньги мне просто скинула на карты. Все так сработало. Вырежем этот кусок, просто оставим отдельный. Как выиграть мейнстейдж. Да. Обращайтесь. Прям, знаешь, такой скрин моей карты просто номер. Нормально. Вот, в комментах тоже есть чуваки, которые там советы раздают постоянно как подкаст вести. Я думаю, да я не могу как подкаст вести. Понимаешь, советы с дивана раздавать вообще легко. Вот так вот сидя. Сказа, выпуск, у вас свой подкаст. Ебажьте. Сейчас такое время, на самом деле. И честно, для меня, для человека, который вырос во дворе, вырос вот по таким каким-то определенным традициям, воспитанием того, что нужно уважать старших, нужно следить за тем, что ты говоришь, да, нужно фильтровать свой базар, потому что за это можно сразу же, ну, получить. В компьютерные клубы ходил? Да, было, конечно. Это вот сейчас в интернете можно кого-то обхуесосить, а тогда можно было пизды выхватить. Конечно. Потому что по локалке все сидят в помещении. Да, 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 да. Ну, как минимум, вот, пожалуйста, ты в одном городе где-то можешь тоже с ребятами с этими сидеть. Находили, я прям помню, находили и пизды. Ну, вот для меня, для человека, который вот так рос, для меня, ну, неприемлемая история, которая сейчас происходит, когда действительно ты сидя на диване где-то там в другом конце и знаешь, что тебя не найдут, ты можешь написать все, что угодно в комментариях, там, в директ и так далее. Ну, типа, люди не умеют отвечать за свои слова. Прилетало тебе что-нибудь, когда ты выиграл или где-то выступил? Ну, вот выиграл, например, American Cruel Star, либо в ваншоте, я помню, ты участвовал тоже в топ-25. В топ-25, но не один раз у меня много этих было в топ-25, в нескольких номинациях. Ну, что с хейтером? Помнишь какой-нибудь прям случай, который тебе запомнился? Ну, честно, вот у меня не было... Короче, прикол, знаешь, у меня всегда какой? У меня всегда люди говорят со стороны, типа, кто за тебя что-то сказал. В лицо мне сказать мало кто, ну, как-то осмеливается. Вот так, ну, всегда, не знаю, написать мне напрямую мало кто осмеливается, а вот за спиной сказать все это, короче, мастера. Вот. История, я помню, вот после выигрыша American Crew, была... После выигрыша American Crew в 2018 году All-Star Challenge через месяц я еще построил сборную Франции на чемпионате мира. И, короче, волна прям каких-то вот этих интервью, то есть ко мне обращались... Причем чемпионат мира я свой выиграл, которым я всю жизнь шел, там, для меня это суперважная история. На это как бы было внимание, ну, не такое, когда я сборную Франции, блядь, посмотри, для меня это, ну, не особо, знаешь, какая-то тема, которой я хвастаться должен как-то вот там. Ну, посмотри, посмотри, да, прикольно. Мне было интересно, потому что я сам футболом занимался, было интересно с ребятами, с этими крутыми, да, познакомиться, посмотреть, как они там живут в этих условиях, да, на чемпионате. Просто, ну, было круто. Но это волну вот этих вот интервью каких-то подняло очень сильно. И мне, не знаю, написало вот, блядь, все СМИ в России, которые есть, мне кажется, все написали, все связались, позвонили, ездил на Первый канал. И, короче, история такая, что где-то в каком-то паблике выложили, по-моему, даже вот в Сургутском, да, где я живу, по-прежнему, выложили эту новость. И что же там было? Честно, сейчас не могу вот дословно прямо сказать. Ну, и там, типа, был комментарий от какой-то женщины там непонятной. Ну, вот. У нас есть, короче, такой портал, по-моему, это было на Кайнформ. Есть такой портал, Кайнформ, который все смотрят и который там постоянно. Локальные местные. Локальные местные, типа, знаешь, вот там авария произошла, туда выкинули, там кто-то там нарушил, кого-то где-то там что-то с кем-то сделали, туда выкладывают. И, короче, вот все новости всякие, разные там, жестко там комментируют все это и ссорятся и срутся в комментах и всякая такая. Я думаю, в каждом городе есть подобные какие-то такие порталы. Короче, и вот туда выложили, если не изменяет память, и там, естественно, там активность сумасшедшая и там началось, короче, что это за новость, да кто он такой, да типа, подумаешь, как волосики стрижет, выиграл там какой-то чемпионат. И вот мне клиенты это все скидывали и смеялись, типа, я видел их ответы на это сообщение, типа, вы о чем вообще говорите и так далее. Ну, вот это я запомнил. Просто не помню дословно, но там было так забавно прям написано с позиции, знаешь, женщина, которая там такая с работы пришла, короче, она недовольна жизнью, блядь, и такая увидела меня, думаю, да что вообще за тип, давай-ка ему, да, напишем говна. Это же из-за зависти. Какой-то чувак из Сургута там позволил себе подстричь. Ну, короче, да, не знаю, возможно, зависть, возможно, ну, вот, если возьмем нашу профессию, да, очень много же в нашей профессии там какого-то негатива к людям, которые чего-то добились. Да, вот в целом. На самом деле, мне кажется, в последнее время как-то сильно лучше с этим. Ну, потому что развиваемся, слава богу, понимаешь, люди как-то мудреют, развиваются. Помню, раньше хуесосили в пабликах просто за то, что ты фейт сделал чуть-чуть по другой последовательности. Все, ну, как бы, все равно много этого всего. Типа, знаешь, люди считают, что типа, какого хрена он, а не я. А что ты для этого сделал? Мем должен быть. Почему он? Почему он, а не я? Я еду в Египет. Какого хуя? Вот, и, типа, ну, много этого. И это в основном идет от просто от своей какой-то нереализованности, что ли, да, что типа, у меня не получилось, а вот у него, да, ну, наверное, надо списать это все на какое-то дерьмо, еще палить сверху, понимаешь. Легче становится. Так проще всего, типа, себя оправдать, понимаешь. Вот. Так что, да, и зависть, и вот эта нереализованность. Слушай, Виталь, почему сургут? Мы просто... Это один из самых актуальных вопросов. Ремарочка, мы тоже тут сидим с Наташей в Красноярске, и вроде не собираешься съебывать куда-нибудь. Я амбассадор Красноярска, Красноярск лучший город на земле, приезжайте все сюда. Я тоже. Вот. Ну, мы можем это со своей позиции объяснить. А ты, как человек, который добился, ну, немалых высот в барберинге, российском известен, каждому там барберу прям с пеленок, и далее, Сургут, достаточно маленький город, 400 тысяч неполных населения. Смотри, вот это подготовился, блядь, текст посмотрел. Как меня приставить, так мы, блядь, плаваем. Как Сургут, 422 тысячи 522 человека, блядь, на секундочку. Я готовился. Почему Сургут? Короче, получилось так, что я заканчивал Омский технологический колледж, учился там 3 года, вот на того самого художника-моделлера, которого ты хреново выговаривал в начале. Да. Короче, отучился я там, и у меня была знакомая, как бы друг семьи, так назовем, она очень сильный парикмахер, стилист, и она работала в Сургуте, у нее был свой салон. И она одна из тех людей, кто мне вот в какой-то момент, еще до того, как я начал этим заниматься, когда я поехал учиться, когда она мне рассказывала про профессию. И вот я профессию-то выбрал тупо, вот не знаю, свои там 17 лет просто по знаком. Типа, я понял, что вот один сказал про профессию, да, что там, типа, это действительно ремесло, с которым ты всегда заработаешь, там, на хлеб. Это интересно, это круто, ты делаешь людей красивее. Там другой чувак, у меня футболист, товарищ, с кем вместе играли, он тоже уехал туда учиться, и он такой приехал, блин, прикольный колледж, там, то, 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 такие-то вот плюшки. Ну, ну, и, в общем, таким образом я поехал туда. И вот одна из тех людей, которая вот так же меня вдохновляла, так скажем, на тот момент, потому что она была успешной, она была богатой, ну, у нее стрижка на тот момент, я не помню сколько, тысячи, наверное, три, но это 2008 год, в смысле, это нормальные деньги на тот момент, как сейчас, наверное, там, не знаю, Х2, да, наверное, вот так возьмем. И она хорошо жила, типа, я смотрел на это, что, блин, могут же, да, люди так вот жить, прикольный, классный пример. И я, когда закончил, заканчивал колледж, она говорит, блин, приезжай, типа, ко мне в салон работать. Я понимал, что я могу от нее набраться опыта, да, она может меня чему-то подучить, плюс у нее прикольный салон, я сразу же буду работать в таком хорошем, дорогом салоне, по нормальному прайсу. Почему нет? Плюс ко всему, у меня на тот момент уже мама жила в Сургуте, это еще один фактор был, не первый, естественно, но в том плане, что, ну просто, да, что мама рядом, это всегда хорошо, там, не знаю, поддержать ее, увидеться с ней, классно, потому что получилось так, что в свое время я еще учился в школе, там, в каком-нибудь девятом классе, по-моему, она уехала вот в Сургуте на заработки, да, и мы с ней не жили вместе очень долго, плюс потом я в Омске учился сам, там, да, соответственно, от родителей я очень рано вообще отошел, и, ну, короче, и таким образом я думаю, блин, почему нет? Я поехал в Сургут, отработал там у нее, наверное, может быть год, действительно, очень много чего полезного от нее набрался, то есть, даже вот я могу сказать, что сейчас какие-то есть техники, которые до сих пор я использую, то, что она мне показывала, то, что она учила, несмотря на то, что у меня какая была база после колледжа, да, типа, ты все равно выходишь, нужно еще учиться у людей, которые это делают постоянно, да, типа, это очень важно работать, учиться у мастера, короче, и я всем это советую, стоять, смотреть, наблюдать, да, и что-то брать для себя, это все переформатировать, как-то в свою работу, как-то внедрить и по-своему это делать, это самый крутой процесс обучения, на самом деле, именно у опытного мастера какие-то вот фишки, которые круто работают, ты, они не классические, они не стандартные, но ты такой, блин, прикольно, почему вот так люди не делают? Почему впоследствии ты не покинул Сургут? Скорее вот в это вопрос. Я понимаю, я просто рассказал предысторию, потому что люди, ну, не знают этого, многие, и вот это самый популярный вопрос, причем популярный вопрос от клиентов, типа, которые там... Стригутся у тебя много лет, так и что-то не уехало. которые, знаешь, по 10-12 лет стригутся, и вот они в процессе, они не хотят, чтобы я уезжал, смысл, она говорит, они пробивают, но они один хренька, какого хера ты здесь до сих пор делаешь, когда, знаешь, типа, меня приглашают в Нью-Йорк, мы снимаем там тренд-коллекцию, там, из года в год, когда я работал с Матрикс еще, вот, они приглашали меня туда, мы снимали тренд-коллекции для парикмахеров всего мира, как ориентир, да, коллекция, там, весна-лето, осень-зима и так далее, вот, ну, то есть, там, такой уровень сумасшедший, да, типа, я такой, после Нью-Йорка, после такой истории, возвращаюсь в Саргут, дальше работаю с клиентами, там, в ордешопе, типа, и они такие, ты что, гонишь, нормально все у тебя? Да, но я не знаю, как это объяснить, как-то, знаешь, первое время я стремился там достичь уровня какого-то, и в финансовом плане, да, вот я говорил о том, что я хотел достичь каких-то определенных моментов, которые были в моей голове, какие-то цели, нужно было мне встать на ноги, нужно было как-то себя почувствовать мужчиной, который может там прокормить семью, да, и там всем помогать, и жить при этом обеспеченно и сам, и чтобы все вокруг были счастливы, вот, и я хотел этого достичь, и как-то все вот так вот завязалось, а потом просто уже неважно было, где твоя база находится, когда ты встал на вот эти рельсы того, что ты две, две с половиной недели в месяц отсутствуешь и ездишь по городам, неважно, куда ты возвращаешься, а когда ты возвращаешься домой, уже привычно, какое-то родное место, где комфортно, где есть твоя база людей, где есть твои клиенты, с которыми хорошо, где есть твои друзья, да, ты возвращаешься, и тебе по кайфу, соответственно, какая разница, и по сей день такой момент, какая разница, где эта база будет находиться, неважно, я могу сейчас в любой момент переехать, и вы же реально понимаете, что вариантов было масса, переехать, и там, не знаю, предложений каких-то, да, там первая самая основная, это Москва, конечно же, вот, и там, не знаю, я очень, когда первый раз в Нью-Йорк попал, я дико был вдохновлен этим городом, у меня просто даже не было других мыслей, кроме того, как через несколько лет переехать туда жить, всё, типа, я прям начал, потом немножко, это всё, это было всё, знаешь, в таком эйфории, потом немножко начал головой думать, что, короче, кубы покидал, и в итоге от этой идеи отказался, и до сих пор не жалею, абсолютно, потому что всё равно, мы должны вот быть там, где мы должны быть, блядь, вот так вот это будет называться, этот подкаст. Где родился, там и пригодился. но это не родился, конечно, но всё же. Короче, и всё, и знаешь, на самом деле такой момент, что вот я реально понимаю, что не обязательно, типа, стремиться всегда ехать там, крупный город, типа, можно достичь успеха, и находясь, не знаю, в любом городе, в любом там маленьком городе в России, и так далее, самое главное, вот чтобы у тебя вот здесь вот было, и то же самое старание, упорство, про которое я говорил, и я на самом деле являюсь таким примером для ребят в регионах, что, блядь, всё реально, что не обязательно, вот типа, нет такого, что ты, чтобы добиться успеха, должен ехать в Москву, а зачем, а подойдёт ли тебе это, ну там, подойдёт ли тебе этот город, я не знаю, да, подойдёт ли тебе эта атмосфера вообще там, ты хочешь этого сам вообще или нет, типа, или так вот просто шаблон, знаешь, все же мысли с шаблонами в основном, типа, ну как так, и даже знаешь, иногда приезжаешь куда-то, и все, ну там, те же студенты на семинаре думают, что я из Москвы, типа, потому что есть шаблон у людей, что типа, если чувак какой-то, блядь, крутой ведёт семинары, он по-любому москвич, по-любому Москве живёт, ну типа, вот такая устоявшая история, и я как бы человек, который рушит этот шаблон, эти стереотипы, и действительно для многих, вот могу сказать конкретно, что я, ну типа, вдохновлял людей тем, что, блядь, ну если им нравится свой город, как вам, допустим, нравится, да почему нет, ну типа, вас могут также знать, тем более сейчас для этого есть большое количество инструментов, чтобы вот просто о вас узнал весь мир. Подкасты. Один из. Соцсети, да, просто вот возьмём соцсети, как стреляют сейчас там же Инстаграме люди. Типа, они могут из себя сами ничего не представлять, но очень красиво подают себя, картинка, всё, люди ведутся на это, и благо, когда это соответствует действительности, очень хреново, когда наоборот. И, короче, вариантов масса, как можно развиваться, находясь там, где тебе нравится, где тебе комфортно. И я не скажу, что, типа, я там фанат города Сургут, типа, я там люблю его, и всё такое, как вы Красноярска. Честно не скажу. Ты бы тогда в Маке Сургут должен. Да, да, ну, не скажу так, но мне там хорошо. Я благодарен этому городу. Я человек благодарен. Ну, то есть, я реально понимаю, что Сургут немного дал, потому что в Сургуте уровень жизни очень высокий. И, как говорят по каким-то там всем этим аналитикам, всем моментам, типа, второй по уровню жизни в России, поскольку там нет, газ, все дела. И, короче, в суть в том, что у людей есть бабки, а нам нужно помочь им их потратить просто. Просто за счёт правильного предоставления профессионального, предоставления качественных услуг, да, и качественной работы в выполнении их. Вот и всё. И, типа, мы, ну, можно там хорошо жить, хорошо зарабатывать. Но в том числе, поэтому ты и в Сургуте. Ну, Потому что там в том числе есть твои клиенты, которые могут. я их обожаю, блядь, ну, и мне на самом деле, знаешь, мы в ответе за тех, кого приручили. Я, мне сложно от этого, я реально так говорю, и вот, мне реально сложно, вот, я даже если куда-то перееду, я клянусь, буду возвращаться чисто ради кайфа с ними работать. Вот, потому что, ну, настолько уже, ну, вы понимаете, ребята поймут, кто работает с клиентами, насколько сильно важна вот эта связь между теми, твоими людьми, короче, да, с кем комфортно, насколько сильно не хватает этого. Я вообще больной, типа, я не могу отдыхать, я там 3-4 дня отдохну, всё, мне хочется работать. И насколько сильно не хватает, это тоже определенный наркотик, ломка, вот, ежедневной работы, ежедневной коммуникации, вот это положительные эмоции, которые ты испытываешь каждый день. У нас же уникальная профессия, мы же видим результат своей работы по 10 раз в день, вот каждый день, да, вот, когда работаешь. Тут важно восприятие, как ты это воспринимаешь, но вот мне кайфово работать с моими чуваками, я их вообще очень люблю. И у Наты я это постоянно вижу. Да, Одновременно с этим есть примеры ребят, которые вот ебашат 10 стрижек, домой, с недовольным ебальником, ну, и видно, что человек вообще не то, что не кайфанул, он и заебался очень сильно. Ну, и хорошо, что такие люди тоже есть, поэтому те люди, которые с душой относятся, они всегда будут выше этого всего, понимаешь, и к ним будет совсем другое отношение. И людей не обманешь, люди это чувствуют, понимаешь, соответственно, у таких мастеров и соответствующие клиенты. Типа, всегда же, всегда, вот какой мастер, такой и тип клиентов у него. Вот видно, прям сразу же, кто ходит к человеку, сразу же видно, какой он. Ну, типа, это как круг общения, знаешь, вот ты можешь судить по кругу общения, а человек и сразу же, да, что он из себя представляет. Вот здесь у нас такая же история. У нас администраторы уже узнают просто по вайбу, который от клиента исходит, кому он, скорее всего, пришел, как правило. Да. Да, действительно, так работает. Ну, типа, я прям реально это наркотик, и мне по кайфу, вот прям, ты каждый день получаешь эти положительные эмоции. Ты помогаешь людям, вот мы же как психологи, мы можем там какую-то проблему их решить в моменте, да, типа, они там, они вот конкретно говорят, типа, я честно никому с этим не делюсь, а им хочется, в этом кресле, здесь сейчас комфортно, хочется поделиться вот именно с тобой, и ты понимаешь, насколько сильный, высокий уровень доверия вообще, да, к тебе, насколько это ценно. Типа, ты входишь, да, в проблему эту, и начинаешь что-то... И не понимаешь, и просто киваешь. Ну, иногда да, иногда. Не, я не про себя в целом, как это обычно выглядит, что барбер же должен, типа, поддерживать диалог, как считается вот это общественное мнение, и вот эти чуваки, которые, а, ага, а он что, она что. Слушай, я тебе хочу сказать, что у тебя такого не было. Поначалу, да. Вот, и я тебе только хотел сказать, что в начале реально было, потому что, ну, не все же твои люди, ты живешь на потоке, да, типа, тебе нужно, чтобы, короче, сформировать, отфильтровать всех левых и заставить своих людей, должен пройти какой-то путь. Когда ты сам уже можешь решать, кого хочешь оставить, грубо говоря, да, и кто, с кем не хочешь работать, и где-то от кого-то иногда, типа, ну, если он неприятен тебе, да, вот, не нравится тебе этот человек, ты их чуть-чуть раз, там, где-то, ну, вот. Ну, как правило, эти люди, они сами... Или сами отсеиваются. Не обязательно даже как-то плохо относиться. Или сами они отсеиваются, и все, и в итоге у тебя определенный круг людей, с кем классно, с кем очень круто пообщаться, и на самом деле они тебя учат многому, то есть мы сами с нашими клиентами растем каждый день. Почему? Это же не только такая история, когда они пришли, и мы такие, блядь, помогли им, все, они такие, пошли, и мы такие, а-а-а, для святых. Нет, мы сами растем, и надо это как бы признавать, потому что люди интересные, люди разнообразные, из разных профилей, да, они кто-то путешественник, кто-то там, не знаю, ученые, кто-то простой, классный чувак, я не знаю, со двора, блядь, ну, и короче, и ты со всеми, ну, под всех подстраиваешься же по итогу, да, где-то под стиль общения, понимаешь, что это за человек по своему психотипу, да, и где-то с ними уже начинаешь на одной волне общаться, и тем самым ты от этого взял что-то, от этого взял что-то, здесь это узнал, и типа ты сам становишься эрудированнее намного, и вот, кстати, по поводу эрудиции, очень важно, в принципе, мастерам, если они хотят достичь успеха какого-то, именно в работе с клиентами, хотят большую базу, то очень важно самому быть эрудированным, очень важно разбираться в различных сферах вообще этой жизни, много читать, узнавать, да даже просто, если не вникать, то знать, что происходит в мире, да, какие-то определенные вещи, не нравится тебе футбол, но ты должен посмотреть, какой был результат, какой был счет, потому что придет чувак, который такой, ты смотрел вчера, а ты такой, да не, я вообще не увлекаюсь, и он такой, ну понятно, короче, я пойду к другому, ну так, образно, да, и, а ты должен, да, типа, да, да, вообще прикольно, да, круто, вот там, реал молодцы вообще, с детства за них болеют. не, ну этот интерес, он же тоже тренируется, по идее, то есть, тебе может быть, не то, чтобы прямо интересно, но все равно ты понимаешь, что человек с этого кайфует, ты как-то ловишь вот это. Да, да, нужно, ну как бы подстраиваться и находить общие темы, методом косвенных вопросов, да, где-то, ну, когда новый клиент, всегда нужно спросить, чем занимаетесь, да, вообще, где работаете, спросить, в отпуск собираетесь или нет, а, куда поедете, а, вот туда, тоже ездил туда, да, или слышал, ребята, вот ездили, сейчас вообще Турция, Турция золотая вообще сейчас стала, да, все-таки, да, короче, вот эти темы, они объединяют очень сильно, знаешь, погода природы, путешествия, мы зависимы от этого, по крайней мере, за себя скажу, я зависим от этого, и мне это нравится, и я клянусь, вот знаешь, мне многие говорят, типа, блин, нахера ты до сих пор стыжешь? Ну, у тебя же есть там бизнес, ты преподаешь, ездишь, кайфуешь, у тебя все классно, а я не могу от этого отказаться, и я клянусь, я никогда в жизни не перестану стричь просто на потоке, вот я буду это делать до конца своих дней, либо, когда вот у меня не будет возможности чисто физически, вот я ремесленник, сам по своей сути, я буду это делать, потому что, и я на дистанции показываю и доказываю это, да, а не так, что просто по воздуху говорю, я реально люблю это, и со всей душой к этому отношусь, и мне это нравится, я благодарен вообще, что я когда-то, несмотря на все насмешки со стороны, несмотря на противников всего этого, что я когда-то решил все-таки пойти учиться стричь, я сам себя уважаю за это, честно, что я все-таки не повелся на какие-то мнения, опять же, шаблонные, стереотипные, да, надо думать своей башкой, и чувствовать, слышать, что твое сердце говорит вообще в принципе, и идти туда, вот куда оно зовет. Помню, был период, когда, кто же приехал, Шевелл, да, провел у нас аттестацию, у нас проходит иногда аттестация тайги, какой-нибудь приезжий спикер проверяет наших всех барберов, просто смотрит, как они стригут, работают, дает оценку. И тогда Юра Шевелл, Вася ему, наверное, за это очень благодарен, всем преподавателям базового курса с нуля, и тем, кто вел программы какие-то индивидуальные, типа фейт, вот удлиненные стрижки, как я и Наташа, он всем сказал, вам нужно уходить с потока, только преподавание, только преподавание, и Вася сидит такой, блядь, за голову держится. Я думаю, да, и было вот это мнение, и плюс я помню несколько моих товарищей тогда еще с работы, они тоже такие, бля, надо все уходить, пиздец, заебали эти бошки. А я думаю, бля, да мне кайфово, но мне реально кайфово, и они, знаешь, начинают на тебя вот это навешивать, типа, ну, блядь, вот это стричь, что ты будешь стричь. А я сейчас, не знаю, у меня ценник треху, я стригую, мне вообще заебись. Еще бы, блядь. Кайфово. Понятно, да, всем? Нет, просто тебе же не обязательно отказываться от того, что тебе действительно по кайфу, но, слушай, на самом деле, вот в плане денег, не надо стесняться об этом говорить, мы все, ну, как бы работаем за деньги, это нормально, финансовая энергия, она очень важна, и чем больше мы зарабатываем, тем больше мы будем кайфовать, и будем больше хотеть идти на работу, давайте будем честными, не будем говорить, нет, я вообще для души работаю, блядь, такерово. Нет, если бы я за... А с квартирой от души, для души заплатишь, а там еще что-то, и так далее, свои хотелки какие-то, естественно, но все должно быть адекватно, все должно быть объективно, все, любое повышение цены должно быть максимально объективно и аргументировано, иначе это просто получается, что ты кого-то наебываешь, ну, типа, сегодня проснулся, хочу, чтобы меня не тысяча стрижка строила, а две, блядь, ну, что-то я устал работать, хочу, чтобы вот я больше зарабатывал, и все остальное, мне вообще похоже. Не можно, ну, так не работает, типа, если аргументировать, если действительно, там, добьется кого-то успеха, да, там, не знаю, ты там вложил себя в обучение, там, постоянно развиваешься, покупаешь себе дорогущий инструмент, ну, ты смело можешь сказать, что, ребят, типа, так и так, я вот, ну, короче, у тебя есть обоснования для тех вот людей, которые спрашивают, а с хренов, а вот потому что, вот так-то, так-то. нравится, погнали со мной. Если ты ценишь мой труд, я всегда рад, но я должен сейчас, потому что, ну, действительно, я очень много вложил, и мне сейчас нужно на другом уровне немножко работать. И, на самом деле, эта тема очень больная, и психологически очень сложная для всех мастеров. Я сам это проходил, почему я это, поэтому уверенно говорю, я сам это проходил, и на своем личном опыте я могу сказать, что я это все прочувствовал на себе, каждый раз, там, не знаю, он стоил у меня 400 рублей стрижка, я поднимал до 600, и такой, бля, Андрюха не будет ходить, что-то у него денег, сейчас у тебя проблемы у него какие-то. Нет, наверное, не буду, но я, наверное, ему оставлю старую цену. Нельзя так делать, вот ни в коем случае. Я конкретно на опыте могу это сказать, нельзя. Ты оставил некоторым своим постоянникам старую цену, поднял. Послушай, если ты понимаешь, что сейчас вот тот самый момент, что нужно повышать цену, если ты аргументирован, это можешь объяснить, что не просто так, что ты так решил, или там, потому что бензин подорожал, а то, что ты действительно отучился, съездил, потратил бабки. Если ты вложил деньги в инструмент, в себя в целом, если ты действительно развиваешься, то ты можешь смело делать это, но не так, что каждый день, каждый месяц поднимать, а это все должно быть типа обоснованно, гармонично, короче. И история в чем? Во-первых, не надо считать деньги клиентов никогда, и не надо думать о том, что вот сможет он заплатить или не сможет. Вот у вас вот так, и все. Кто хочет, тот всегда найдет возможность, кто действительно вас уважает, и он с вами останется. Кто просто пользовался тем, что у вас ему комфортно стричься, потому что недорого, типа нормально, и вроде кайфово стричьет, класс. И такой, когда чуть-чуть повысилась цена, он такой типа, да нет, слушай, ну дороговато, пойду еще найду кого-нибудь лоха, сяду ему на шею и буду дальше у него стричься. Понимаешь? И самый прикол, что в любом, вот почему я говорю на опыте, да, я повышал цену вот реально там с 400 рублей, вот потихоньку, потихоньку, потихоньку. И я могу сказать, что с каждым повышением на любом уровне, хоть это было с 2000 до 2500, или там с 3 до 4, там, ну грубо говоря, либо там это было с 400 до 600, всегда есть недовольные люди. Они всегда будут, и от этого никуда не деться. И я помню конкретную историю, когда у меня слишком стоило 400, типа, я там поднял, что-то там 600 или там 550, грубо говоря, не помню, да, ну образно примерно так. И ко мне приходит, что, блядь, что такое у тебя дороговато стало? Я говорю, ну типа, ты прикалываешься? 200 рублей? Это что вообще? Ну типа, я, да, я считаю, что вот так должно быть. И не нужно бояться потерять в этот момент этого человека, потому что это не ваш человек. Он не ценит вас, не уважает, и с ним неприятно работать. Плюс ко всему, с повышением прайса вы фильтруете как раз таки тех людей оставляете вокруг себя, которые вас ценят, которые действительно ходят к вам как к мастеру, как к человеку, которым не безразлично это. И самое, что парадоксальное, как многие думают, что, блин, я вот сейчас повыше, у меня вот реально половина не будет ко мне ходить. Никогда в жизни. Ни один раз, сколько я повышал, раз сколько, вот прикинь, сколько, раз 20 я повышал, 30 повышал прайс. Ну типа, ни одного. Сколько сейчас стрижка стоит? Сейчас 5 тысяч стоит. И, ну типа, и честно, честно, я считаю, что это дешево даже, но я не могу себе позволить, потому что я с самого начала, у меня есть люди, которые за 400 рублей ко мне ходили стриглись, до сих пор они стригутся и кайфуют. Я с ними вместе рос. И я всегда объективно и адекватно повышал свой прайс. Обоснованно. И они меня за это уважают. И они меня за это ценят. И они знают, что куда они ходят, зачем они ходят и что от меня получают. Вот это я считаю правильный подход, когда на дистанции, ну вот, в 2011 году я приехал, на дистанции в 13 лет, когда ты обоснованно потихонечку растешь и твои клиенты вместе с тобой. И вот я про это говорю, про аргументирование, обоснование этого всего и так далее. Не так, что я вчера затыщусь, а сегодня я пятак поставил, потому что, ну я сейчас крутым сегодня проснулся. И сидишь в пустой записи. Ну да. Ну на тебя будут смотреть на дебила. А так люди уважают и как бы ценят и понимают, куда они идут. Короче, первое, что ты фильтруешь, во-первых, да, и вокруг себя оставляешь тех людей. И с ними классно работать. С ними, вот, приятно приходить, с ними общаться целый день вместе, проводить. Мне приятно работать под 10, 12, 15 часов в день. Вот в этом и есть суть. И что самое парадоксальное, я говорю, что 50% типа, ну ты думаешь, что все, типа, 50% от меня откажется. Вот. На самом деле, никогда в жизни такого не было. Никогда. да, где-то кто-то такое, типа, ну я, мне там, типа, дороговато, типа, я буду реже ходить. Да, ну мне у тебя нравится. Вот ты тоже уважаешь этого человека, да, потому что он все равно тебя ценит. Кто-то, да, ну, допустим, 20% они где-то сольются в процессе. Останутся те самые 80%. И ты, кстати, еще знаете, типа, многие думают, я сейчас повышу прайс и буду меньше работать, блядь, типа, заебался. В итоге ты работаешь как минимум так же или еще больше, потому что уходит 20%, остается 80 своих людей. Класс, с кем комфортно, с кем круто. И которые ценят тебя. И плюс добавляется еще 50 вообще левых новых в течение года, которые уже знают, куда они идут, которые знают, на какой прайс они идут, к какому человеку, к какому мастеру, они уже заранее понимают, готовы тебе платить, готовы больше еще платить и чай сверху положить. Понимаешь? Вот в чем суть. И, ну, типа, вот получается, что когда мы адекватно, обоснованно повышаем прайс, с аргументированием этого, когда мы сами внутри понимаем, что мы готовы, и чувствуем, что сейчас нужно финансовую энергию немножечко приподнять, тогда это будет работать только в плюса. И тогда все будут довольны вокруг. Понимаешь? Ты, во-первых, зарабатываешь больше, ты чувствуешь больше радости от этого всего, ты с большей радостью идешь на эту работу, да, и больше кайфуешь с этими людьми. Ты фильтруешь, конечно, ты фильтруешь людей, потому что у тебя круг общения классный остается, да, и все люди, вы уважаете друг друга, все на взаимово уже не происходит. Всем классно от этого, поэтому не надо стесняться, но все будут проходить этот момент, я уверен, каждый, вот, каждый мастер проходит эту историю, блин, нет, я могу сказать, что, ну, буду честным, у меня есть люди, которым я, ну, там, которых я стригу там дешевле, но их вообще, их единицы, вот прям единицы, и на это всегда есть какие-то свои определенные причины, но я не делаю это так, что у меня там половина ходит по одному, а половина по другому, ни в коем случае, ну, типа, а какого хрена, вот, я тебя стригу за пятак, а ее за рубль, ну, просто она мне нравится, и ты такой, что, прости, что ты, где, где, блядь, ну, тут вообще правда, что за приколы, как-то, ну, не, не, несправедливо, да, получается, вот, поэтому такого быть не должно, вот, я просто что советую, вот, всем абсолютно советую не стесняться повышать свой прайс, когда это объективно, когда это аргументировано, когда это обосновано, когда вы сами чувствуете, что это нужно делать, не делать это очень часто, да, то есть, все это идет в процессе, ну, не резко, а потихоньку, расти вместе со своими клиентами, вот, тогда будет всегда все успешно. Для меня, для последнего поднятия цены, был очень веский аргумент, когда несколько клиентов подошли и сказали, что, чувак, повысь, я, типа, не могу попасть к тебе. Да, да, да. И говорит, либо, ну, мне придется день в день к другому к мастеру записываться, либо я готов платить больше. Да, такой есть континент людей, на самом деле, и которые даже подходят к ребятам, к моим мастерам, типа, говорят, блин, ты чего так дешево у тебя, ну, типа, давай еще, короче, повышай, потому что, ну, реально, и вот про то, что ты говоришь, тоже часто такая история, бывает, что подходят, говорят, блин, давай, ну, сложим, давай повысить цену, пусть там кто-то, больше времени у тебя появится, но здесь они ошибаются, на самом деле, больше времени это сильно, намного не появляется. Я не помню ни разу, чтобы я меньше стал работать. Я вот, я про что говорю, и смотри, я поделился своим опытом, потому что конкретно так было, видел опыт других людей, и сейчас вот даже ты здесь тоже говоришь то же самое, и это как бы, вот всем, кто смотрит, это как бы такой железный аргумент того, что это работает, работает в лучшую сторону. Люди мастера боятся просто, я общался с парой мастеров, которые приходили на обучение, на индивидуальное, и мы общаемся с ними, я понимаю, что она купила у меня индивидуальное обучение, там у Наташи, у Сани Криворотова по бородам, прошла еще какие-то курсы, она систематически платит достаточно большое количество денег, я спрашиваю, сколько у тебя стрижка стоит? Она такая, 400. Думаю, блин, сколько же она реально копила, там, бабки откладывала. Прикинь, как ты сразу уважаешь ее больше? Да, ты так прям приобнять хочется, и я у нее спрашиваю, а почему столько? Ты же вот сейчас потратила столько денег на обучение. Она говорит, я боюсь, что уйдут клиенты, я говорю, у тебя на сколько запись наперед? На месяц. Битком, ну, типа, нет окошек. Это проблема, на самом деле, большого количества мастеров. Почему все остаются на одном и том же уровне? В какой-то момент вот происходит такой, не знаю, типа, люди не ценят себя, и вот они не перебарывают эту историю, не уважают себя за то, что они делают, и если они вот сегодня этого не сделали, им потом это сделать сложнее. И вот у них еще вот этот момент, про что я говорю, психологически тяжело, у них он там, х3, потому что, блин, я уже вот вроде столько лет стеку, сейчас вот они от меня откажутся, вот у меня вроде запись, я там берегу. То есть вот они не понимают того, о чем я говорил, и просто это нужно немножко поработать с собой, вот и все. И вот в итоге остаются всю жизнь на одном и том же уровне. Ну, типа там сдвигаются буквально вот совсем чуть-чуть. Уже скорее вынуждены там, потому что дорожают расходники, И таких масса, ну, блин, везде. К сожалению, ну, и, не знаю, я просто всем желаю того, чтобы... Уважать себя. Уважать себя, ценить себя, опять же, обоснованно, вот без вот этих моментов, что, типа, короче, я крутой. Слишком я хочу. Следующий выход подкаст у всех 4К будет в 3ГС, да? Да. И у вас будет полная запись. Короче, для этого все делается. А Вася за кадром действительно улыбается, ему это нравится. Считаю. Да, да, да. Вот, хотел вернуться к той теме про как раз переезд, потому что для меня долгое время было непонятно и казалось, что только единственный выход для мастера в плане роста это вот переезд Москва, Москва, Питер, Питер, Москва. Но ты стал одним из примеров того, что можно в своем городе круто двигаться и многие клиенты, когда меня спрашивают о том, а планирую ли я там переехать в Москву, я не могу назвать даже каких-то сильно плюсов от того, что я туда перееду, например. Потому что здесь в целом у меня замечательный руководитель, который пинает меня под сраку постоянно, чтобы я двигался, и я тут расту, и Наташа тоже, собственно, ты один из вдохновителей действительно этого направления. Да, сто процентов. Я тоже так считаю. И, ну, я же говорю, что самое главное, как ты будешь относиться к делу, как ты будешь отдаваться этому делу, и как хочешь ли ты развиваться, готов ли ты. Соответственно, неважно, где ты находишься, можно стрелять. Плюс ко всему, говорю, что есть куча инструментов сейчас, в это время. Раньше не было. Раньше не было инстаграмов, ничего, и приходилось о себе заявлять только на каких-то таких всероссийских конкурсах, да, чтобы тебя люди узнавали, чтобы как-то двигаться дальше. Сейчас люди это делают просто, засняв какой-то ролик в инсте, и все, и полетели. Человек уже знают многие. Ну, вот. Так что, короче, вариантов масса, надо развиваться. Если тебе комфортно там, где ты находишься, тогда надо там и оставаться. Не доверять там вот этим шаблонам и стереотипам, что все развитие только там. Я согласен с тем, что там в той же Москве все проще, все легче, все ближе. Но, если тебе там некомфортно, зачем против себя идти, и... Да и как будто, если ты не смог раскрыться в своем родном городе, у тебя не факт, да и скорее всего, не получится это сделать в столице, где конкуренция сильнее, условия жестче. Тут на самом деле вообще не только нашей сферы касается. Много людей, которые типа не развились в своем городе и такие типа, ну короче, они бегут от проблемы, знаешь, якобы. Вот такая история. Думаю, что там у них получится, а вот здесь нет, типа, видимо, не мой город. На самом деле, это все бред. Это просто, ну, надо что-то сделать, видимо, для того, чтобы ты был успешен. Вот и все. Как ты думаешь насчет разных направлений? Вот у тебя два филиала Горбершопа и знаешь, что ты открывал женское направление. Ты сам работаешь и с мальчиками, и с девочками, с кайфом. Вижу эти довольно длинные волосы. У тебя в Инстаграме постоянно класс. Как развивается сейчас вот именно женское направление? Я вообще зато, ну, я с 2008 года работаю как в мужском, так и в женском зале. И я человек, который вот такой, знаешь, вышел и выходит из старой школы. И я считаю, что обязательно нужно даже вот тем ребятам, кто работает только с мужиками, как минимум для своего развития, как минимум для того, чтобы расширить границы свои, нужно обязательно работать и начать изучать женские стрижки, женский зал. Потому что это поможет, даже если ты в будущем не будешь работать в женском зале, это поможет тебе в мужском. Поскольку ты будешь еще такой мастер широкого профиля. А в целом это всегда круто работает на твое развитие. Плюс ко всему, если мы говорим, говорили сегодня о финансовой энергии, опять же, это еще дополнительный заработок в том числе. Потому что если мы говорим еще и про окрашивания какие-то, да, то это приносит и доход, и это отдельная наука, которую тоже нужно изучать, да, и быть профессионалом действительно. Соответственно, отдаваться, ты получаешь кайф от работы, ты видишь результат очень крутой, видишь довольных девчонок, и, соответственно, еще и там зарабатываешь больше при этом, при всем. Была смешная ситуация, мы с одним из моих мастеров стояли на курилке, короче, у нас там два входа в помещение, есть для персонала, есть для клиентов. Для персонала он со двора, и там у нас есть небольшое место, где курилки. Самые интересные и классные, короче, разговоры проходят всегда на курилке. Ну и просто шутка на тему работы с женщинами. Я раньше ездил на Chevrolet Tahoe, большой такой внедорожник, кто знает, вот, хороший автомобиль, и он припаркован был прямо вот так возле как раз того места, где мы стоим, и подъезжает, короче, такая девятка старая, громкая такая, вся эта, останавливается, и мы как раз в этот момент затрагиваем тему того, что типа вот про работу с девчонками туда-сюда, что вот у меня как раз там, не помню, по-моему, даже кленка сидела там с накрашенной головой, и что-то мы эту тему затронули, и Олим парнишка говорит, ну да, с девчонками не работал, ты, говорит, не на вот этом ездил, а на вот этом. Вот, но в этом есть как бы, да, правда. Вот, а в целом еще помимо того, что это развивает нас как специалистов более широкого профиля, это еще и совсем другая энергия. Раньше, когда я открыл барбешок, я сам себя вот загнал в рамки того, что я с девчонками работать не могу. Да, я действительно считаю, что эти энергии нужно разделять. В одном помещении ну, типа, работать и с теми, и с теми нельзя. Вот, и неспроста. Раньше был мужской и женский зал. Да, неспроста. Я за эту историю. Вот, и когда я открыл барбешок, я себя вот в эти рамки загнал, что я с девчонками работать не могу в этом помещении, и мне приходилось что делать? Я уже, типа, состоявшийся мастер, уже там преподаю, езжу где-то еще, чемпионат мира выиграл, все такое, вроде у меня все хорошо, но я до сих пор, типа, снимаю, арендую место в другом салоне, где я раз в неделю выхожу, и у меня женский день, типа, я работаю. Это было дико некомфортно, потому что ты постоянно как дурачок ездишь инструментами туда, там обратно, и так далее. Но это всегда меня как-то разгружало, что ли. Все равно с мужиками работать это одна энергия, с девчонками это совсем другая. Типа, она более легкая, какая-то более, какая-то, ну, короче, она нужна в том числе нам в работе с клиентами. Совсем по-другому ты как-то развиваешься за счет этого. Вот, и это полезная штука. Я считаю, что это очень важный момент, и всем советую сто процентов к этому когда-либо прийти. И на самом деле, ну, опять же, опыт показывает, что все больше и больше людей пишут запросами о том, что, блин, а как начать, а с чего начать, а у кого отучиться, а можно ли у тебя пройти курс там по-женским. Ну, хочу как-то вот, ну, короче, немножко застревают в мужском зале, начинают где-то вот же приедаться что-то, и хочется чего-то нового. А у нас профессия, она, ну, безграничная, там потолка нет, и развивайся, пожалуйста, во всех направлениях, и никогда ты не будешь не выгорать, и всегда тебе будет все интересно. И вот это одно из направлений, где можно себя, как бы, подзбодрить, да, и чему-то новому научиться. И сейчас очень много ребят, кто сами просто начинают, видя, опять же, может быть, примеры, и от того, что им где-то уже поднадоело что-то, они начинают уже выходить из этой зоны и идут как раз-таки в направлении женских там стрижек и так далее. И это классная история. Ну, типа, вот так люди и развиваются. Ну, кому-то это нужно, кому-то нет. Они говорят, что всем сейчас надо срочно идти, ну, типа, это не обязательно. Но если ты чувствуешь, что вот хочется, и это одна из возможностей себя немножко подзбодрить, обучиться новому, да, вот выйти из какой-то зоны комфорта своей, и каждый, кто начинает, тот понимает, что, блин, а что я раньше там не делал? Это прикольная история. Не надо стрематься от того, что вот раньше так было, когда, там, не знаю, год, наверное, типа, 15-16-й, у меня же, типа, написано там, барбер, да, и какие-то левые люди, которые там видят мой аккаунт, где-то попадают своим там в инстаграме, и они пишут, типа, барбер, с девочками работает, типа, что за херня? А какая разница? Мы все, типа, что мы самые гламы? Люди, которые любят стричь волосы. Какая разница, какие-то будут, женские или мужские? Неважно. Поэтому надо развиваться во всех направлениях, если действительно есть такое желание. И этого никак вот стесняться нельзя. Нет, я только там мужского мастера. Если хочешь, надо делать. И вот, ну, я могу сказать по своему опыту, что это, ну, добавит в разных направлениях, добавит вам только позитивных каких-то историй. Многие члены твоей команды, ну вот, видя твой пример, начинают работать с девушками? Ну, немногие. Наверное, если брать в процентном соотношении за все это время, кто изъявил желание, кто отучился, ну, наверное, это процентов там 20-30, может быть, максимум. Но как бы все равно подхватывает. Да, но есть, да, вот у меня прям есть девчонки, которые отучились, которые затем, что я сделал, кстати говоря, по твоему вопросу, по итогу, меня эта вся тема раздражала, что я езжу постоянно куда-то, что-то. Я в итоге принимаю решение, в принципе, ну, не из-за этого, а в принципе, я принимаю решение, что я хочу расширяться, мне мало уже того, что у меня есть. Сколько? Почти пять лет работал барбишоп. Начиналось все с трех кресел, в итоге все выросло до семи, там убиралась зона какая-то игровая, там с приставками, ни хера, надо кресло рабочее ставить, добавляясь мастера, короче, семь кресел, все, у нас 85 квадратов, все тесно, подсобка уже не хватает, зала не хватает, очень большая загруженность, я понимаю, что нужно расширяться, нужно открывать что-то, делать что-то больше. Соответственно, я принимаю решение, я делаю новый проект, строю его там полтора года, там большое помещение, я выкупаю его, я делаю там очень крутой, дорогой, классный, стильный ремонт, соответственно, там 170 квадратов уже, и в этот момент, когда я разрабатываю план того, что там будет, у меня в голове сразу же, что я по-любому там сделаю какую-то историю, где я смогу работать с женщинами сам, чтобы вот не ездить никуда-то, чтобы это было мое место, я сделал себе отдельный классный такой кабинет, где я работаю со своими, в принципе, с мужчинами-климентами, и девчонок туда спокойно, за закрытыми дверьми, пускаю, и это никак не сливается с той энергией, которая происходит в общем зале, и как бы все счастливы, потому что девчонки-клименты, они все всегда бежали, типа, для мужиков, открылся классно, а мы ходим тут, непонятно куда, и так далее, давайте пока для нас, но чтобы открывать отдельно же там салон красоты, это опять же, да, ну, нужно к этому прийти, нужны определенные энергозатраты, финансовые затраты, да, нужно это делать осознанно, и не просто, типа, да, надо, надо, типа, вот кто-то сказал, я делаю, нет, надо к этому самому прийти, к этому я не пришел до сих пор еще, но вот сделать место, где мне будет комфортно, я сделал, и вот в этом кабинете те мои мастера, которые хотели, которые у меня же отучились там женским стрижкам, окрашиванию и так далее, они, я им позволял, типа, работать так же, и девчонка принимать, то есть у них классно, у них появилось новое какое-то направление, где они так же кайфуют, получают новые эмоции, вот, и растут как мастера, вот, широкого профиля, и это всегда, говорю, работает только в плюса. Заметно, как барберы перестали последние пару лет чураться название парикмахер? Да нет, до сих пор тут стереотип есть, я тоже этого не понимал, знаешь, типа, на каких-то мероприятиях, или там, на каких-то интервью, говорят, а как вас представить, ну, как вот говорить, парикмахер или барбер? Да похер вообще, ну, типа, я, парикмахер, и я горжусь этим, какая разница, пусть назовут меня барбер, короче, это все вот идет из-за какого-то эгоцентризма, знаешь, необоснованного. Это когда раньше барберы, типа, какое, типа, парикмахер, а барбер? Да, что-то исключительное, вот это напускное. Да и фестивали, типа, мэндстейджа, последние пару лет сращивают два направления. Все как раз-таки за счет того, что, ну, люди, которые, опять же, организовывают фестиваль, они видят, что эта история развивается, и, соответственно, они делают уже такую обобщенную историю, где смешивают эти вот все аудитории, и... И это круто работает. Это классно работает, абсолютно, потому что на этом мероприятии можно увидеть мастер-классы как парикмахеров, так и барберов, да, где-то более, там, ну, там, техничные барберские темы, где-то, там, посмотреть творчество, где-то шоу, где-то посмотреть техники, там, женские стрижки, в окрашивании. Классно, ты пришел за один день, за два, там, просто, там, кучу всяких лайфхаков, фишек для себя взял и погнал вдохновленным дальше работать. Я вообще, ну, как бы, всегда уважаю тех людей и стараюсь всегда поддерживать различные вот такие мероприятия, стараюсь поддерживать все фестивали, опять же, вот, которые вы организовывали здесь, я также поддержал без, там, каких-либо, да, там, сумасшедших условий, потому что я уважаю это, потому что я знаю, что это неблагодарная работа, это такой тяжелый труд организовать такое мероприятие, и люди, которые это делают, они развивают индустрию, а я тот человек, который всю жизнь это делает, всю свою карьеру, да, и стараюсь это делать, вот, со своей стороны, там, да, как единица отдельная, вот, я поэтому всегда поддерживаю, короче, подобные какие-то желания ребят такое организовать и всегда стараюсь каким-то образом присутствовать, что-то, свою частичку также там оставить, быть полезным. Блин, круто, ребят, на самом деле, очень кайфовая студия, так комфортно здесь, такие микрофоны, покороче говорят. Давно вы открыли? Совсем недавно, здесь мы пишем второй выпуск, это студия съемки контента 2.0, которую построил Василий Захарюта, наш несравненный директор. Теперь здесь мы проводим свои подкасты, а также, если вы вдруг решите записать подкаст или какой-то ролик, вы можете всегда к нам обратиться. Нативно интегрированная реклама. Виталий, спасибо тебе большое, что поучаствовал в нашем подкасте, спасибо, что приехал, хорошего тебе мастер-класса. Спасибо большое. А также спасибо моей соведущей Нате Сычевой. Спасибо, Егор. За то, что скрасила наш сегодняшний вечер. Класс. Спасибо огромное, ребят. С вами был Олег Минский Егор, всем пока-пока. С вами был Олег Минский Егор.